В прямом эфире новости в студии Ирина Алеева. Добрый вечер. Коротко о главных темах выпуска. В Красноярске эксперты из разных ведомств обсудили, как улучшить региональную политику в сфере госзакупок, какие проблемы есть сейчас и что предлагают. Чтобы это был единственный консолидированный центр с четкой выверенной политикой, стратегией и тактикой, которая была бы направлена именно на интересы нашего региона. Губернатор Виктор Толоконский встретился с семьями, воспитывающими приемных детей. Сколько их в крае и какие перспективы у института опекунства. Базовое поручение, которое я сегодня сделал, это срочно подготовить новую версию закона. Закон в крае принимали уже в конце 90-х. В Красноярске собирают деньги для зверей, брошенных цирком шапито. Какая нужна сумма? Куда собираются отправить животных и как еще можно им помочь? Будут организованы фотографии, прокат на верблюдах, фотографии с медведями, на пони. Новая серия проекта «Дари добро». Наш герой Иван Матюнин не стал жить в городе и вернулся в родной поселок. Он хочет рассказать о нем всему миру. Мы поможем. В Красноярске эксперты из различных ведомств обсудили, как можно улучшить региональную политику в сфере госзакупок. В частности, найти новые рынки сбыта для краевых предпринимателей, тем самым получить дополнительные доходы в краевую казну. Что именно предлагают изменить, узнавал Александр Ловицкий. По подсчетам специалистов, Красноярский край может ежегодно зарабатывать дополнительно от 50 до 150 миллиардов рублей, если усовершенствовать систему госзакупок. Как это сделать, обсудили депутаты законодательного собрания, общественники, представители бизнеса и другие эксперты. Один из инструментов, который предложили на совещании по госзакупкам, наладить работу с госкорпорациями. Большинство из них проводят торги на выполнение каких-либо работ среди своих же дочерних компаний. Таким образом, даже если работы выполняются в крае, деньги уходят туда, где зарегистрирована фирма-подрядчик. Между тем, госкорпорации закладывают на торги в нашем регионе огромные средства, почти миллиард рублей. На этот миллиард рублей они размещают закупки для своих нужд. Если бы в этих закупках выигрывали бы наши предприятия, предприятия малого и среднего бизнеса, которые могут производить такую же продукцию, которая необходима этим госмонополиям, то тогда средства бы оставались здесь, на территории края, в виде налогов, в виде создания новых рабочих мест. Кроме того, процедуру госзакупок нужно сделать еще прозрачнее, уверены краевые эксперты. Для этого они предлагают проводить общественные слушания по всем крупным заказам, сумма которых превышает 500 миллионов рублей. Сейчас по закону обсуждения проходит лишь при закупках на миллиард и более. Практика публичного обсуждения таких проектов на территории края показала, что некоторые корпорации или госзаказчики с целью проведения каких-либо не совсем легитимных схем начинают устанавливать планку 998 миллионов, тем самым уходя от общественных слушаний. Еще одна проблема – это критерии, по которым выбирают подрядчика. Контракт заключается с той компанией, которая предложит наименьшую цену за услуги. А в конце концов это может привести к ухудшению качества продукции. Цена не отвечает на все вопросы по требованиям продукции, потому что, условно говоря, сегодня можно из чечевицы сделать творожный продукт, который невозможно отличить от реального творога. И, соответственно, цена на этот продукт будет другая. Значит, ничего там, допустим, опасного нет, что ты ешь, что есть вместо творога, но это уже не творог. Чтобы контролировать весь процесс от и до, предложили создать в краевом правительстве специальный орган или рабочую группу, которая будет заниматься вопросами всех госзакупок в регионе. Чтобы это был единый консолидированный центр с четкой, выверенной политикой, стратегией и тактикой, которая была бы направлена именно на интересы нашего региона, на интересы жителей и тех компаний, которые здесь зарегистрированы, которые здесь работают. По мнению экспертов, такие нововведения позволят найти новые рынки сбыта для местных предпринимателей и тем самым улучшат экономику региона. Все предложения по итогу дискуссии уже в ближайшее время направят в краевое правительство. Александр Ловицкий, Алексей Гусев и Алексей Овсянников. Новости. Сегодня губернатор Виктор Толоконский встретился с родителями, воспитывающими приемных детей. За последние пять лет семей, которые решили взять ребенка из детского дома, стало в два раза больше. Тем не менее, каждый год в крае остается две с половиной тысячи малышей без попечения родителей. Как предлагают решать проблему приемные семьи, расскажет Ольга Тишинина. В нашем крае 16 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но все чаще в последние годы они обретают настоящую семью. Людей, которые берут на воспитание приемных детей, становится все больше. Сейчас у нас уже почти 1300 приемных семей. В свое свободное время семья Еремцовых старается провести на катке. Старший сын Светланы Виталя – будущий хоккеист. Младший Даниил к этому виду спорта равнодушен, поэтому затею брата поддерживать неохотно. Они во всем разные, разная у них и судьба. Даниила семья Еремцовых установила, когда тому было почти два года. Светлана рассказывает, у них трое кровных детей. Старшие уже давно выросли, а когда родился самый младший Виталя, решили взять малыша, чтобы вместе росли. Не скрывает, сначала было страшно, но ни о чем не жалеет. Мы познакомились с ним в год и шесть, домой мы его привезли в год и восемь. Но также изъяли из семьи в грудном возрасте, он почти год пробыл в доме ребенка, но родственники никто его не забрал. Мы причем не выбирали, мы приехали с первым ребенком, с каким познакомились, мы решили с мужем, что выбирать нечего. Когда прошло полгода и адаптация начала цвести махрово, мы как-то с мужем уложили детей, сидели на кухне и друг друга спросили, а ты жалеешь? Оба сказали, что нет, да, трудно, но не жалеем ни капли. Даниил занимается скалолазанием и увлекается шахматами, он вообще очень вдумчивый мальчик. Родители от него не скрывают, что он не кровный сын, для них он родной, как и для брата. Ну, иногда ссоримся с ним, иногда. Как любите время проводить вместе? Ну, играть, кататься на великах и эти крепости строить. С приемными родителями, опекунами и патронатными воспитателями встретился губернатор края. Вместе обсудили проблемы усыновления, бюрократические ограничения и трудности, с которыми сталкиваются при воспитании приемных детей. Хотя преград немного, все родители прошли подготовку в Центре развития семейных форм воспитания. Эта программа состоит в основном из тренингов, во время которых человек определяется. Вот, либо это у меня эмоция сегодня, либо это все-таки осознанное решение. Потому что воспитывать ребенка и родного непросто, а сделать его успешным. А если говорить о ребенке, который уже во многом не верит взрослым, которые его предали, конечно, это особенный ребенок. Родители говорят, одна из главных проблем – жилищный вопрос. К тому же зачастую под опекой детей оставлять выгоднее, чем усыновлять. Это гарантия того, что ребенок в будущем поступит в ВУЗ и получит квартиру. Губернатор говорит, нужно по-новому взглянуть на проблемы и убрать прорехи в законодательстве. Сегодня у меня было совещание по вопросам, связанным с организацией работы органов опеки. И вот базовое поручение, которое я сегодня сделал – это срочно подготовить новую версию закона. Мы закон в Крае принимали аж в конце 90-х годов. И он нужна очень серьезной коррекции. Нам важно найти более эффективные формы профилактики. Успехи уже есть, говорят специалисты. Без малого за 15 лет в Крае усыновили и взяли под опеку 20 тысяч детей. Ликвидировали 29 детских домов. Но все же своих маму и папу до сих пор ждут более трех тысяч ребятишек. И сейчас главная задача – найти им родителей. Ольга Тишинина, Алексей Овсянников. Новости. С января все собственники жилья будут получать платежки с новыми суммами за капремонт. Насколько увеличится плата, расскажем далее. Прецедент в Железногорске. Там впервые из муниципальной квартиры выселили должника. Мужчина не платил по счету более девяти лет. Ему уже отключали воду и свет, но сейчас коммунальщикам пришлось пойти на крайние меры. Екатерина Погорелова расскажет подробности. У жителей этой квартиры долг за услуги ЖКХ копится с 2007 года. Городскому жилищно-коммунальному управлению он должен полмиллиона рублей. Юристы неоднократно направляли уведомления и предупреждения. Но когда после нескольких судебных решений выяснилось, что изъять счет долга нечего, пришлось идти на крайние меры. К должнику пришли приставы юристы, представители администрации, работники ЖКХ. Достучаться до неплательщика так и не удалось, поэтому начали срезать дверь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прямом эфире новости продолжаем выпуск. Сносить нельзя оставить. Где поставить запятую в этом предложении, сегодня решали депутаты Красноярского городского совета, предприниматели и представители мэрии. Они обсуждали судьбу многочисленных ларьков и павильонов. Узаконить все или наоборот полностью избавиться от них столицу края? Мнение выслушал Сергей Сеславин. Ему слово. По подсчетам красноярских властей, в краевом центре около 5,5 тысяч законно установленных временных сооружений, или, попросту говоря, ларьков и павильонов. Сколько же подобных торговых точек без разрешающих документов данные расходятся? Одни называют цифры полторы тысячи, другие около пяти тысяч. Что же делать и с теми, и другими, сегодня решали в городском совете. Мнение полярное. Есть те, кто предлагает узаконить абсолютно все павильоны, даже те, которые установлены самовольно, и заставить платить предпринимателей налоги в бюджет. К слову, сейчас от них поступает 100 миллионов рублей в год. Это мало. Среди сторонников такого подхода краевой и полномоченный по защите прав бизнесменов Сергей Русских и председатель Краевого союза малого предпринимательства. Администрация сегодня говорит, что у нас бюджет не наполнен, мы хотим наполнить бюджет. Так вот, вот они эти деньги. Вы узаконьте эти незаконные, будут платить вам деньги в бюджет. Пусть они соблюдают санитарные нормы, пожарные нормы, но это еще 5000 незаконных временных сооружений. Это еще 100 миллионов бюджет города. Они нужны городу сегодня? Я думаю, нужны. Активно бороться с незаконными ларьками городские власти начали еще несколько лет назад. Изменили правила установки временных торговых точек, ввели аукционное распределение участков. Но кардинально повлиять на ситуацию не удалось. Среднее количество павильонов остается неизменным. Кого-то сносят, кто-то занимает освободившееся место. По мнению депутатов, разрешить проблему можно методом рубильника. Закройте возможность кабель притянуть и подключиться, и вопрос будет снят сам по себе. У нас сегодня есть факты, когда люди покупают на аукционах эти право на временное сооружение, а потом годами не могут получить их условия. Тут же встает незаконный павильон, и через 5 дней у него и кабель подведен, и все работает. Я услышал, у нас 5679 павильонов законных и 1500 незаконных. Итого 7 тысяч. На 700 тысяч избирателей, то есть на 100 человек один ларек. Это мало или много? Вот меня эти цифры шокировали. Поэтому первое. Я слышу, да, мы проводим тендеры, мы меняем условия, все здорово, все замечательно. Красные, зеленые, крылечки. Это проблема третьего порядка, как Константин Владимирович сказал. Даже не второго. Сторонники сноса незаконных павильонов указывают на неэффективность методов борьбы с нарушителями. За прошлый год убрали чуть больше тысячи торговых точек. Сейчас в одном только советском районе в очереди на снос почти полторы тысячи временных сооружений. Причем некоторые ставят свои ларьки во дворах, откуда убирать их приходится уже управляющим компаниям. Хотя в этом вопросе городские власти пытаются помочь коммунальщикам. Мы сейчас с жилфондом планируем подписать соглашение. Представители жилфонда здесь участвуют, да. Наше регулирование этих вопросов для того, чтобы мы согласовывали процесс размещения временных сооружений на придомовых территориях города с целью включения в схему размещения временных сооружений, городскую схему этих объектов. В этом году в администрации планируют провести 59 аукционов на размещение временных сооружений. Сколько их появится нелегально, предположить трудно. Для борьбы с такими точками даже предложили создать общественную группу, которая помогла бы их обнаружить. В итоге все предложения и вопросы решено направить в мэрию. Там их должны обдумать и назвать сроки выполнения. Сергей Сеславин, Максим Галат. Новости. Подготовка к Красноярскому экономическому форуму выходит на финишную прямую. В этом году в наш регион, простите, на КЭФе впервые представят успешные предприятия малого и среднего бизнеса. Им будет посвящена отдельная экспозиция о том, какую поддержку получили предприниматели от государства в репортаже Андрея Стародыма. Экспозиция Красноярского края на экономическом форуме этого года будет в два раза больше, чем в прошлом году. И на ней впервые будут представлены малые предприятия, создающие самую разнообразную продукцию в таких сферах, как информационные технологии или пищевая промышленность. Я предпочитаю нашу рыбу, инисейскую. Вот в частности, вот это отличный омоль. Очень рекомендую. Свежий. Недавно приготовленный. Попробуйте. Вам понравится. Алексей Преснов, руководитель пока небольшой компании. В Красноярске он готовит к открытию магазин по продаже рыбы и мясных деликатесов с севера Красноярского края. Так колбасу из оленины поставляют из Норильска, рыбу, икру, стаймыра и эвенкии. Алексей до этого занимался грузоперевозками, но сейчас захотел создать свою торговую марку в продовольственном сегменте. Он планирует летом открыть в Красноярске завод по переработке рыбы и в дальнейшем выйти на рынок не только городов края, но и страны. Конъюнктура на рынке так сложилась на сегодняшний день, что именно за производством будущее не только самого бизнеса, но и всей страны. И надеюсь, что не только, как бы я это понял, но и в дальнейшем крупные бизнесмены точно начнут вкладывать непосредственно в производство, что потянет за собой всю экономику. Существенную помощь Алексей получил от агентства поддержки малого бизнеса края. Процентную ставку за кредит на открытие магазина субсидирует государство. Подобные предприниматели, в том числе и из других сфер, впервые станут участниками Красноярского экономического форума. Те проекты, которые были государством поддержаны, различные форумы поддерживают субсидированием процентных ставок, микрофинансированием. И поручительствами эти предприятия стали на ноги, и они будут тоже представлять свою продукцию, что же нам удалось сделать. Только за прошлый год в крае субсидии с краевого и федерального бюджетов получили более сотни предпринимательских проектов. Из 55 городов и районов на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. А это значит, сотни людей получили работу и возможность реализовать свои идеи. Девиз Красноярского экономического форума в этом году звучит так. «Россия. Стратегия 2030» и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса – одно из приоритетных направлений для подъема экономики страны. Андрей Старадым, Денис Сыров, новости. В новой серии проекта «Дари добро» наш герой будет осваивать новейшие гаджеты. Как при помощи современных технологий показать всему миру свою малую родину? Расскажем далее. Есть вещи, без которых можно легко обойтись, но их так сильно хочется. Обратитесь в АТБ. Возьмите кредит «Просто 15». Побалуйте себя или своих близких. Осуществите мечту. Кредит «Просто 15». Единая ставка 15% годовых. АТБ – банк простых и быстрых решений. Раковина красивая, но займет полванной. Это слишком широкое. Слишком квадратное. Вот. И полочка, и зеркало, и шкафчик. Мое. Среди трех сотен моделей санфоянса каждый найдет для себя ту самую. Водолей. Желаем вам только хорошего. Привет. Мы что хотим сказать? Низких цен иногда приходится ждать. Вот Нина. Ждала скидок на шубу красивую. Валера к зиме только цену на велик осилил. А Роме купили на распродаже форму. Так ожидания низких цен превращаются в норму. Хорошо, что бывает наоборот. Низкие цены – круглый год. Низкие цены не зависят от сезона. 90 рублей в месяц за быстрый интернет и безлимитные звонки на «Теле-2». Тариф черный. Честно, дешевле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В прямом эфире новости продолжаем выпуск. История с брошенными в Красноярске цирковыми животными получила продолжение. Приютивший зверей конный клуб объявил благотворительную акцию, чтобы собрать деньги и перевезти их в Читинский цирк, с которым дрессировщику удалось заключить новый контракт. С подробностями Дина Володина. Знакомьтесь, это Аршан, это не просто верблюд, это артист цирка. Вместе со своими коллегами, еще одним верблюдом, псом, конем и тремя медведями эти животные оказались заложниками ситуации. Цирк, с которыми они выступали в Красноярске, уехал, не продлив контракт с их дрессировщиком. Напомню, на новогодних каникулах в Красноярске гастролировал цирк «Шапито». Почему эти артисты остались в столице региона, теперь остается только догадываться. То ли денег не зарабатывали на выступлениях, то ли просто дрессировщик и животные оказались больше не нужны. Факт остается фактом. Цирк не продлил контракт с артистами, и в жуткие январские морозы они остались на улице. Спасибо неравнодушным людям животных приютили в конном клубе «Храброе сердце» в микрорайоне «Солнечный». Дрессировщик отправился искать новое место работы, звери до сих пор в Красноярске. Не остались в стороне и горожане, кормили цирковых животных всем миром. В интернете увидели, что цирк оставил животных, и решили приехать посмотреть, может быть, чем-то помочь им. Узнали про акцию в интернете, решили приехать помочь животным, чтобы они быстрее уехали в цирк и начали там работать. Сегодня стало известно дрессировщик. Его животные нашли себе новый цирк. Только вот чтобы перевезти их из Красноярска денег нет ни у дрессировщика, ни у сотрудников конного клуба. Именно поэтому они и организовали благотворительную акцию. Ситуация сейчас нормализовалась. Мы организовываем благотворительную акцию для того, чтобы собрать средства для переезда животных в новый цирк. Цирк находится в городе Чита. И средств нужно около 200 тысяч для того, чтобы нанять 12-метровую фуру, оборудовать ее и переехать. По новому контракту к работе в Читинском цирке животные должны приступить уже через две недели. А значит, за это время нужно успеть собрать достаточно средств. Будут организованы фотографии, прокат на верблюдах, фотографии с медведями, на пони. Также можно арендовать беседку теплую для отдыха. Все собранные средства пойдут именно для того, чтобы доставить животных к новому месту. Ой, как клево! Такой мягкий! В конном клубе говорят, соберетесь навестить животных, обязательно берите с собой лакомства. Яблоки, сухари или сахар. А через две недели обещают предоставить полный финансовый отчет. Сколько получили денег и как их израсходовали. Дина Володина, Павел Пателицем. Новости. Время очередной серии проекта «Дари добро». Сегодня мы расскажем, как измениться судьба нашего нового героя. Иван Матюнин выбрался из поселка Емельянова в Красноярск. Но в конце концов решил вернуться в родные места. И теперь он хочет рассказать о них всему миру с помощью видеокамеры и ютюба. Мы ему поможем. Довольно странная картина для поселка. Молодой человек с непонятной палкой идет по улице и что-то себе там бормочет. Да у него наверняка фляга свистит, подумают местные, кидая вслед недоумевающие взоры. Но нет, с парнем все в порядке. Просто в Емельянова пришел прогресс. И теперь у них есть свой видеоблогер. И это, конечно, сенсация. Привет, Иван. Ну что, сегодня мы наконец-то получили твой комплекс, которым тебе предстоит работать. Давай посмотрим. Да, вот это соединение. О, отлично. У нас видно. Замигало. Отлично. Значит, запись пошла. Все, вот пошла запись, да? Супер. Иван Матюнин впервые берет экшн-камеру в руки. Композиция, горизонт, золотое сечение. Всем этим мы решили не грузить будущую звезду. А просто и наглядно постарались объяснить, как хорошо, а как не очень. Удобно, что с нами всегда есть профессиональный оператор. Есть у кого спросить. Особенность этой оптики, так называемый параллакс прямых линий. Чем она ближе, тем она начинает вертикали ломать. Ага. Понял. И делать их, ну, такой эффект рыбьего глаза. Вот этого вот в кадре. Вот чем меньше, тем лучше, потому что, ну, реально, чем голова болит человек. Как-то такой смотришь. Более эстетичное, да, что-то? Вообще, да. Сюжет рождается на монтаже, старое, как телевизионный сигнал правила. Работает и в видеоблогах. Поэтому мы устроили Ивану встречу с режиссером Виталием Лукьянчиковым. Настоящим динозавром от телевидения. Это сейчас у него трансляции на весь земной шар. А вместо монтажного стола уютные мониторы. А ведь он застал еще те времена, когда до того, как начать монтировать новости, кинопленку нужно было проявить. Согласитесь, неплохо сохранился. Монтаж. Где начинается? Правильно. В голове. О, а тут у нас была зима и перешла сразу осень. Все, все расставило. Съемка с одного, как так. Вот здесь ошибка. Здесь должен был быть какой-то крупный план. Какой-то, по сараю какой. Кусок дома, окна, я не знаю, пушка там, флаг. Ну вот, теперь Иван почти готов начать свою видеографию родного Емельянова. Нам осталось лишь определиться с темами. Хорошо, культура понятна. Что еще? Животные. Животные. Есть у нас ипподром всем известный. Большой. Большой. Один из в Сибири. Будешь снимать ипподром, обязательно как можно больше крупников лошадей. Прям старайся камеру подносить вот тут к мордочкам. Потому что это прикольно. Мир замер в ожидании ваниных постов. А Емельянова теперь сможет узнать каждый. И мы с нетерпением ждем его первых работ, которые начнут появляться уже со дня на день. На самом деле мы снимаем блог про эту замечательную собачку. Зовут ее Зинка. Ну все, занялась своим любимым делом. Рассказывать мы будем о моем замечательном поселке, в котором я живу, родился, люблю его Емельянова. Ну собственно, что получится смотреть вам. Виктор Самусенко, Андрей Панкратц. Новости. Телефон редакции 236-01-36. Наш сайт www.enisei.tv Я Ирина Алиева с вами не прощаюсь. Увидимся за полчаса до полуночи. Спасибо за внимание. Оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok